Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырычкина и сегодня в нашем выпуске. Новые объекты на карте столицы. Сегодня в Чебоксарах торжественно открыли новый детский сад и отремонтированную дорогу. Взамен автостанций. Межмуниципальные перевозки нуждаются в корректировке. Жизнь прожить, не поле перейти. Народные артисты СССР Валерий Яковлев отмечают свой юбилей. Сегодня после реконструкции возобновилось движение по бульвару электроаппаратчиков в Чебоксарах. Проезжую часть с протяженностью в 325 метров расширили с двух до четырех полос. Качество новой дороги оценил глава республики. Еще одной безопасной и качественной дорогой в Чебоксарах стало больше. По две полосы в обе стороны новые асфальт и ливневые стоки. Наружное освещение. Реконструкцией занималась подрядная организация Дорекс. Стоимость работ составила более 48 миллионов рублей. Это значимо для всех нас, и для пешеходов, и для водителей. Потому что дорога была разбитая. С каждым годом дороги, тротуары становятся лучше. Дворовые территории благоустраиваются. Капитальные ремонтуры, подъездные пути. И на самом деле у людей настроение тоже улучшается. Возобновление движения по бульвару электроаппаратчиков больше всего ждали автолюбители. Было закрыто когда, было очень удобно, приходилось разворачиваться. Вообще удобно, заезжать в магазин и вообще проезжать хорошо. Ветераны, работавшие когда-то на Чиазе, рады, что у бульвара такое название. Ведь когда-то этот участок был территорией завода. И это уже страница истории. Мне было очень приятно, когда сказали, открывают электроаппаратный бульвар. А где? Встреча на первой площадке. Я при том сошел на той стороне, прошелся. С бульвара уже думаю, о, по свежему бульвару. Безопасные и качественные дороги в рамках национального проекта строятся и ремонтируются по всей республике. Всего на развитие транспортной системы Чувашии до 2024 года планируют выделить не менее 23 миллиардов рублей. Ольга Алексеева, Надежда Яковлева, Павел Иридков, Республика. В рамках национального проекта образования предполагается строительство новых детских садов и модернизация старых. Сегодня глава Чувашии, перед тем, как торжественно открыть детсад в столичном микро-районе Садовой, заехал к ребятам детского сада номер 75 по проспекту Девятой Пятилетки. О контрастах и будущих переменах в нашем сюжете. Как тебя зовут? Семен, меня Миша зовут. Теперь будем знакомы. Тебя как зовут? Егор. Все, Семен, Егор. Теперь мы знакомы. Безусловно, открытие сада на 240 мест означает конец ранним вставаниям, нервотрепкам, вечным ожиданиям нужного транспорта. Теперь вот он рядом. В 172-й садик ходили. Это находится на Чернышевского. Для нас это очень далеко. Мы нуждались очень в этом садике. Мы очень рады, что этот садик открывается. Планета детства – весьма символичное название. На этой планете есть все для жизни и разностороннего развития ребенка. Физкультурные и музыкальные залы, бассейн, лего-студия, а на улице 12 игровых площадок. Планируем попасть в этот детский сад, потому что все-таки новый детский сад. Тут все абсолютно оснащено, все для ребенка сделано. Нам здесь очень нравится. Наконец-то его открыли. В этот садик будут ходить и совсем маленькие – до трех лет. На строительство планеты детства ушло 148 миллионов рублей. Всего в этом году возводится 16 дошкольных образовательных учреждений. Следующим начнется строительство еще девяти. Детскому саду номер 75 по проспекту Девятой Пятилетки в этом году исполняется 45 лет. Эта дата станет не только поводом для праздника, но и будущего ремонта. В обновлении нуждаются внутренняя инфраструктура, окна и двери. Надо заново делать забор, заливать асфальт. Оборудование мы уже за последние пять лет частично поменяли, но есть еще в 74-го года. В 74-го? Есть. Столы в 74-го нет. Котлы новые, все новое. В 74-го года еще столы. Мы их меняем. На капитальный ремонт детских садов в 2020 году будет выделено 400 миллионов рублей. Он коснется этого и других садов, построенных в 1970-80-х годах. О своих пожеланиях ребята рассказали Михаилу Гнатьеву почти хором. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. Старые шины, деревянные коробки и специальные стальные барьеры. Вход идет все. В Чебоксарах регулярно убирают самовольно установленные блокираторы на парковочных местах во дворах. Но они появляются вновь. О причине и следствии этого загадочного явления в нашем сюжете. Где припарковать железного коня? Некоторые автовладельцы решают этот вопрос просто установкой барьеров. Жильцы многоквартирного дома по улице Николаева недовольны таким самозахватом. Никто за отдельно взятое место не платил. Так что и прав на него нет никаких. Прибывшие на место представители ЖКХ администрации Калининского района на этот раз ограничились предупреждением. И убрали незаконно установленную конструкцию. На самом деле подобных находчивых автовладельцев немало. Что говорит о серьезной проблеме, катастрофической нехватке мест во дворах. Вот вам и причина явления. На соседней стоянке та же история. Старый блокиратор восстал из небытия и служит теперь верой и правдой новому хозяину. Восстановили его по всей видимости с помощью различных деревянных дощечек. Автомобильные шины по популярности завоевали первое место. Недорого, мобильно, удобно. В одном только Калининском районе с начала года убрали и вывезли 415 покрышек. Около 100 метров цепей, 40 стальных блокираторов. Специалисты предупреждают, если даже собственник сам построил парковку на свои средства, это не дает ему права захвата этой территории. Земля-то муниципальная. Рейд земля муниципальная, поэтому любой человек, гость или сам жилец может атаковать свой автомобиль. Парковочные войны особенно обостряются ближе к зиме, но застолбить за собой место не получится. Борьба с искусственно созданными искусственными барьерами продолжится. Подобные рейды пройдут и в других районах столицы. Если и в вашем дворе есть такие захватчики, вы должны знать закон на вашей стороне. Наталья Мальчикова, Республика. Закрытие двух автостанций в столице республики создало большое неудобство для жителей. Но если транспорт с пристанционной перевели на пригородный, то межмуниципальные перевозки с Новосельской теперь осуществляются с кольца около рощи Гузовского. Чиновники обещали взамен новую благоустроенную площадку в районе Контура. Но этого не случилось по ряду причин. Которые, в общем-то, неинтересны тем, кто хочет спокойно ездить в свои родные места или на работу в пригородные районы. Можно ли найти выход из ситуации в специальном репортаже Натальи Мальчиковой. Вот он встал. Сейчас еще этот встанет. Сейчас 120-й придет, который у Шомикова. Где он встанет? Вот сейчас автобус еще подъедет. Он это показывает туда. Нешуточные страсти на остановке общественного транспорта около рощи Гузовского в Чебоксарах, по словам водителей, разгораются ежедневно, особенно в часы пик. С 1 мая эта территория приняла на себя ответственность за межмуниципальные перевозки вместо сложившей полномочий автостанции Новосельская. 34 ежедневных рейса, нагрузка немалая. Неудобства в один голос высказывают как водители, так и пассажиры. Вот этот карман, вот как там, надо сделать вот до туда, пошире. Вот так нереально стоять. Сколько машин? Должны сейчас по графику стать. Вокзал надо. Зачем его закрыли? Виталий Неконоров часто ездит в деревню. Он сетует на то, что неточности в расписании доставляют неудобства. Сейчас пока летом еще парковаться можно, а зимой, если с ним не будет чистить. Раньше хоть на село расписание висело, во сколько чего можно уехать. Ситуация усугубляется, когда приходят учебные машины, нелегальные перевозчики, таксисты и те, для кого закон о запрете парковки на полосе общественного транспорта не писан. Против водителей, паркующихся в запрещенной для их транспорта зоне, за последние 9 месяцев составлено более десяток протоколов. Бороться с нарушителями стражей дорог планируют путем введения в эксплуатацию камер видеонаблюдения. На данном участке дороги у нас установлены соответствующие дорожные знаки. Это полоса для движения маршрутных транспортных средств. Остановка запрещена и работает эвакуатор. За нарушение требований, предписанных дорожными знаками, у нас предусмотрена административная ответственность 1500 рублей. Решение о закрытии столицы сразу двух автостанций принимали их собственники. Якобы они нерентабельны. Взамен Минтранс говорил о площадке около контура. Но не сошлись с цене собственникам. А ведь скоро зима. Зимой не знаю, как будет тут. Замерзли тут. Заболеешь, сквозит кругом. Скользко будет. Аварии можно попасть. Надо просторно стоянки. Люди, чтобы отдыхали. Здание было. В теплом месте ждали. Как там в этом? Около? Новосельский там. Не, неудобно, неудобно. Неудобно? Да, новосельский открывается. Обратно. Формально около кольца рощи есть помещение для ожидания, туалеты. Есть два кассово-диспетчерских пункта. Но они не работают. Билеты люди покупают прямо у водителя. Об этой проблеме говорил на еженедельном совещании глава Чуваши. Хотя бы временные какие-то решения нужно принять. Кто-то на дачу ездит, кто-то в домо ездит, кто-то близким родственникам. Соответственно, сколько нужно времени, чтобы вынести решение соответствующее, для того, чтобы потом администрируйте навести порядок. Просширить территорию соответствующую в честь того, чтобы сделать комфортабельное нахождение граждан, которые здесь. То есть навесы, которые там должны быть, это первый вопрос. Второй вопрос – это в честь конечной остановки Кролепуса, та территория, которую мы так и рассматриваем здесь в том, чтобы сделать конечную остановку. Третий вопрос, который мы хотели по территории, в аренду, это предприниматель. Но там такую сумму заломили, порядка 500 тысяч в месяц. Это нереальная соответствующая. Последний этап, все-таки, я думаю, вопрос ответственно решится через то, чтобы предполагать, как я оставил новосельство. Потому что это одно из реальных мест, где в дальнейшем также шли эти пассажирские перевозки. Заинтересованные ведомства должны объединить свои усилия в решении этого вопроса. Ведь на чашу весов интересы жителей. И тем быстрее они это сделают, тем комфортнее станут поездки в районы. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Чувашском драматическом театре творческий вечер Валерия Яковлева. Большой праздник приурочен к юбилею актера и режиссера, чье имя неразрывно связано с театральной историей Республики. Валерий Николаевич Яковлев, выпускник Чувашской студии Государственного института театрального искусства в Москве. ГИТИС он закончил дважды по специальностям актерское мастерство и режиссура. С 1961 года он хранит верность Чувашскому драмтеатру, в котором служил актером, режиссером, главным режиссером, а теперь художественным руководителем. За год работы Валерий Николаевич поставил более 30 спектаклей. Он лауреат множества почетных званий и премий. А 4 октября указом президента страны награжден орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Видеоверсию творческого вечера выдающегося режиссера Валерия Яковлева можно будет увидеть в эфире национального телевидения Чувашии. В ближайшее время следите за программой. Почта России выпустит новогодние открытки по эскизам детских рисунков. Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут школьники от 7 до 17 лет. Всероссийский конкурс «Нарисуй елку победы» проводит Музей Победы и Почта России. Ребятам предлагают пофантазировать на тему новогоднего праздника Победного 1945 года. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса. Работы принимаются до 10 ноября. Таким стал последний рабочий день этой недели. Я с вами не прощаюсь после новостей. В эфире программа «По существу». Говорить будем с руководителем регионального отделения Российского экологического общества Александром Воробьевым о восстановлении в Чувашии лесов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова